День за днём Десногорске, скорбя по погибшим, подумайте о тех, кто рядом. В Десногорске почтили память погибших в Кемерово. День национальной гвардии, по сторонам, день на тренинг войск МВД Российской Федерации. Плановое оперативное совещание в администрации. Я посмотрю на их жизнь. Я очень восхищаюсь тем, как они профессионально всё это делают. Награждены лучшие авторы интернет-проекта «Летопись Десногорска». Мы видим, как с каждым годом совершенствуются и реакторы, и вся технология атомного производства. Комитет Государственной Думы по энергетике посетил ЛАЭС-2. 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» города Кемерово произошёл пожар, в результате которого погибли 64 человека, из них 41 ребёнок. 28 марта по всем городам нашей великой страны были приспущены флаги и прошла общенациональная акция в память погибшим. Наш город тоже принял участие. В этот вечер на площади у городской эстрады собрались свыше 400 десногорцев. К созданному на сцене мемориалу горожане несли цветы, игрушки и зажжённые свечи. Никто в этот вечер не мог сдержать слёз. Вся страна скорбит с Кемерово. И Десногорск присоединился к этой всероссийской акции. И сейчас, держа в руках шары, свечи, цветы, игрушки, скорбя по погибшим, подумайте о тех, кто рядом. Берегите своих детей. После минуты молчания в синее небо над городом взлетело в память о погибших целое облако белых шаров. А водители города нажали на сигнал автомобилей. После акции десногорцы не спешили уходить. Родители, которые пришли на площадь с детьми, прижимали их крепко к себе. Каждый из них остро ощущал тяжесть потери кемеровчан. КОНЕЦ 27 марта в администрации глава Десногорска Андрей Шубин провел плановое оперативное совещание с председателями комитетов и руководителями муниципальных предприятий и коммунальных служб города. О том, какие вопросы рассматривали на совещании, вы узнаете прямо сейчас. В начале совещания глава Андрей Шубин поздравил председателя Совета солдатских матерей Валентину Рожкову с юбилеем и вручил ей почетную грамоту. Наше муниципальное образование приняло участие в акции «Подари дерево». По результатам данного мероприятия, значит, муниципалитет вызвал 9300 программ акулатуры. И в подарок получил дерево Сосна-Кедрова. Значит, ну, координации как будто все указано. Данное дерево будет поставлен в городе Смоленске на аллее, которая будет посвящена нашему муниципальному образованию. Глава вручил сертификаты и благодарности председателю Комитета по городскому хозяйству Марине Кулаковой и руководителю службы благоустройства Андрею Олейникову. Также он поздравил всех военнослужащих с Днем Национальной Гвардии. Служба Национальной Гвардии ответственная, почетная и трудная. Поэтому с праздником, уважаемые военнослужащие и ветераны. 29 марта в 10 часов утра состоится расширенное заседание. Сейчас депутаты городского совета, общественного совета, члены общественного совета, активные жители города по вопросам организации территориального общественного управления в нашем городе. Приглашаем всех желающих, всех жителей города. Будет интересно и, надеюсь, полезно. Глава отметил значимость этого мероприятия для наших горожан. С созданием территориального общественного управления у этой формы организации появляется очень много возможностей реализации больших планов, которые направлены непосредственно на свадьбу. В образовательных учреждениях завершается муниципальный этап для одаренных детей по проекту «Школа Росатома». Победителем муниципального этапа метапредметной олимпиады стала команда «Школа номер один». Она принят участие в финале, который пройдет с 17 по 20 апреля в городе Зеленогорск Красноярского окраина. Победителем муниципального этапа чемпионата по футболу для дошкольников стала команда «Детского сада «Васточка». И они примут участие в зональных играх в городе Новооруджи. И еще хотелось бы сказать о достойной победе учащейся 11 класса средней школы номер один Кузьмичевой Анастасии. Она стала победителем всероссийского конкурса «Мой первый бизнес». Ей была представлена инновация – разработка системы использования модуля МФС при обмене данными. Анастасия стала обладателем гранта в размере 500 тысяч рублей и участником форума «Россия – страна возможностей», который прошел в Москве с 12 по 16 марта. Со 2 апреля начинается призывная кампания. 35 десногорских ребят пойдут служить в российскую армию. Проект «Летопись Десногорска» начал работу в продолжение всероссийского проекта «Слава Созидателям» и за короткий период обрел популярность. Сейчас на сайте уже порядка 200 интересных историй о выдающихся людях, профессионалах своего дела, героях войны и труда и просто о творческих и интересных жителях Десногорска. 23 марта в Историко-кроеведческом музее подвели итоги второго этапа «Летопись Десногорска». Этот проект организован Историко-кроеведческим музеем при поддержке Смоленской АЭС. Во втором этапе члены жюри оценивали работы, опубликованные авторами на портале с 27 февраля по 20 марта. Победителем стала Александра Бурдова. Она написала рассказ о художниках Евгении и Валерии Власовых. Моя тема была именно о семье Власовых. Я рассказывала про то, как они познакомились, их биографию, то, как они развивались, как они приехали сюда жить и как у них появилась своя мастерская. Я просто как бы живу и рядом с ними как бы смотрю на их жизнь. Я очень восхищаюсь тем, как они профессионально все это делают. Дипломами второй и третьей степени награждены педагоги детского домотворчества Нина Лихолет и Лариса Орлова. Я хочу сказать, что проект «Летопись Десногорска» вообще очень замечательный, потому что я считаю, что, как говорят, что страна должна знать своих героев, так и наш город должен знать о каждом десногорце, наверное, об истории его появления в нашем городе, о его вкладе в развитие нашего города. Мне хотелось бы рассказать о герое, о котором я написала. Это Светлана Павловна Терехова, первый директор нашего Дома детского творчества, то есть первый директор еще того Дома пионеров. Конечно же, человек легендарный, я считаю, потому что благодаря ей, наверное, мы и стали такими педагогами в нашем Доме детского творчества. Вы также можете принять участие в проекте «Летопись Десногорска». На сайте desnogorsk67.ru можно разместить рассказ, видеоролик и фотографии о замечательных жителях нашего города, о достижениях прошлого и настоящего. Подведены итоги конкурса сюжетов, посвященных муниципальным этапам пятой метапредметной олимпиады проекта «Школа Росатома». Мероприятие проводилось с целью информационной поддержки и популяризации одного из самых ярких и масштабных мероприятий для талантливых детей в рамках проекта «Школа Росатома» – метапредметной олимпиады. Юные участники готовили видеосюжеты в двух номинациях – специальный репортаж и интервью. В конкурсе принимали участие и десногорцы. Наши юные журналисты из студии телевидения «Искра» под руководством Елены Петровой, Александр Бочинок и Станислав Разганов заняли третье место. Ребята получают право отправиться в журналистскую командировку в один из городов-участников проекта в 2018 году. «Росатом» начинает смену поколений атомных реакторов. Выработавшие свой срок службы энергоблоки с реакторами РБМК постепенно будут менять на блоки поколения 3+, с реакторами ВВР-1200. Возникающие при этом вопросы правового характера атомщики обсудили с депутатами Госдумы, которые посетили Ленинградскую АЭС-2 с рабочим визитом. Росатом сделал еще один шаг в новую эру атомной энергетики, получив разрешение от Ростехнадзора на опытно-промышленную эксплуатацию первого энергоблока Ленинградской АЭС-2. Этот блок поколения 3+, оснащен реактором ВВР-1200 и многоэшелонированной защитой, включающей в себя активные и пассивные системы безопасности. Его устойчивость к внешним и внутренним воздействиям, возросшая на 20% мощности и увеличенной с 30 до 60 лет срок службы незаменяемого оборудования, впечатлили членов Комитета Государственной Думы по энергетике, которые прибыли на Ленинградскую атомную станцию с рабочим визитом. Атомная энергетика доказала, что именно она находится на передних рубежах научно-технического прогресса. И мы видим, как с каждым годом совершенствуются и реакторы, и вся технология атомного производства. Начало опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока Ленинградской АЭС-2 знаменует начало смены всего поколения атомной генерации в России. Блоки с реакторами ВВР-1200 должны заменить выработавшие свой срок службы блоки с реакторами РБМК. Данный процесс рождает множество вопросов правового характера, и именно их обсуждению и была посвящена рабочая встреча депутатов Госдумы и представителей Росатома. Для нас уникальная возможность рассказать, что нам нужно, какие у нас проблемы. Надеюсь, что мы нашли понимание, и соответствующие поправки со временем будут законодательству принесены. Мы создаем условия для того, чтобы атомная отость увеличила свой вклад в экономику и в развитие страны и была конкурентоспособной на международном атомном рынке. Именно энергоблоки поколения 3+, являются основным экспортным продуктом Госкорпорации Росатом. Финляндия, Венгрия, Египет, Турция и ряд других стран мира уже подписали контракты на сооружение атомных станций с блоками этого типа. И этот выбор делает Росатом лидером мирового рынка атомных технологий и услуг. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин